Всем привет народ, с вами Йорн и сегодня мы продолжаем играть на тестовом серваке, а здесь наконец-то запустили событие, экспедиция в бездну, написано бета-бета непонятно, может быть что-то будет дорабатывать, но то что есть сейчас мне уже нравится. И одно из главных условий, чтобы попасть в это событие, надо пройти 15 главу, поэтому если не прошли, не попадете. Ну и плюс в первый день вы регистрируетесь, то есть нажимаете просто сюда, он говорит вы зарегистрированы, потом идет таймер, проходит ровно сутки и тогда это событие запускает. И вот тут главное не проспать, потому что я зашел в 10 утра, а события запустили по моему местному уральскому времени, откат сервера происходит в 5 утра. Вот если бы я в 5 утра зашел, я бы добился гораздо большего результата, поэтому не проспите, зайдите, потратьте там 15-20 минут, все сделайте, а потом выходите. И что тут надо делать, давайте все подробно разберем, потому что это очень важно, а никакого мануала или описания здесь нету, но хотя все интуитивно понятно, нажимаете и разбираетесь. Но пока вы разберетесь, кто-то уже захватит больше территорий, будет получать с этих территорий дань, а с этой дань прокачивать соответственно классы. Чем сильнее прокачаны классы, тем сильнее ваши герои, потому что прокачка классов тут по принципу древней библиотеки. Но тут работает фракционное преимущество, бонусы от строя, также бонусы от древней библиотеки работают, только непонятно, работают ли артефакты, хотя наверное должны работать с вершим времени. И также непонятно, работают ли союзы от библиотеки, там где мы ставим трех героев наших сокланов или друзей и получаем определенные плюшки. В общем мануал конечно нужен, но я думаю, что они его доработают. И что мы видим, здесь территория, я уже захватил определенную территорию, на начальном звании вы можете захватить 20 ячеек, и чем быстрее, тем лучше. Потом вы получаете звание рыцарь, вот это вот коняга, слева в верхнем углу указано мое звание, и оно дает уже гораздо другие привилегии. То есть больше ячеек я могу захватывать вот этих территорий и больше получать дань. И если вы нажимаете, то вы получаете вот эту божественную эссенцию. И у меня сейчас прирост по 918 эссенции в час. То есть чем больше территорий, тем больше дань. Это понятно. Как повышать звание? Вы должны выполнять определенные задания. Тут все написано по-русски. Зашли, прочитали, выполнили, получили следующее звание. И также привилегии. Если найти хотите какое-то поселение, тут можете нажать и найти. Также у каждого поселения есть такая фишка. То есть допустим в простых ячейках вы получаете гораздо меньше дань. Ну допустим если вот эту ячейку вот нажать, простую, и нажать изучить, то мы видим, после того когда мы ее захватываем, мы получаем по 30 эссенции в час. И также здесь указан БР команды противника и какой вообще отряд стоит. Соответственно если вы нажимаете на эту клетку атаковать, то вы выбираете ваших героев. Изначально вы можете выбрать всего лишь 10 и подбираете правильных героев. Потому что если вы их будете менять, то вот эта энергия в виде куриных ножек, она будет теряться. Ну и также вы будете восстанавливать по 4 куриных ножки в час. Это тоже очень важно. Но если вы бой выигрываете, то вы возвращаете часть потраченной энергии. И соответственно вам энергии надо будет копить гораздо меньше. Но есть еще более сильные отряды, вот такие вот деревушки. Если нажимаем изучить и видим, что после того, когда мы захватываем, то мы будем уже получать по 60 вместо простых отрядов, где мы получали 30 божественной эссенции героя. Но если мы сюда поставим еще какого-то защитника, то мы будем получать дополнительно на 20% больше. И давайте покажу на примере. Ну вот эту вот деревушку я захватил. Нажимаем возделывать. И видим, что у меня здесь стоит Изабелла. И я получаю гораздо больше эссенции героя. В некоторых деревушках вы можете поставить не элитного героя, а только героя на белой рамке. Поэтому в начальных отрядах и в начальных территориях не ставьте туда белых героев на белой рамке. Просто заполняйте простыми элитными возвышенными героями. По захвату я думаю все понятно. Но непонятно еще по поводу ополчения. Потому что смотрите, ополчение большое. Здесь есть определенное ID, также название. И написано, что первый игрок, получивший титул герцога, сможет изменить эмблему и название ополчения. То есть как назовет, так и полетим. Но есть туман войны. То есть или где-то тут еще есть определенное ополчение, как вариант. Или мы просто этим ополчением будем захватывать эту карту. То есть в принципе на тестовом серваке игроков немного. Поэтому в ополчении всего там сколько? 52 игрока. Но есть еще вот такие вот боссы на территории этой. Смотрите, нажимаем на этого босса. Большой замок, целых три клетки занимает. И здесь куча отрядов. И вот тоже непонятно. Мы будем бить этого босса всем нашим ополчением? Или только тот, кто до него дойдет? Видимо, кто дойдет. Ну я так предполагаю. Ну а если мы захватываем этот замок, то, соответственно, мы получаем больше божественной эссенции героя. Вот. И смотрите, заходим, допустим, в героев. Здесь вот как раз таки видно, сколько прирост этих ножек. Также первое звание дает всего лишь 10 героев. Если меняете, энергия теряется. Если апаете дальше, ваше звание будет уже на лорде дополнительно 5 клеток. Потом еще 5 клеток на маркизе. И еще 5 клеток на герцоге. Есть ли дальше звание? Не знаю. Вот. И также прокачка вот этих вот классов. Красные топоры, танки, ловкачи, маги и саппорты. Если вы прокачиваете первый уровень, то просто повышается атака здоровья и защита. Если поднимаете второй уровень, то открываются дополнительные эффекты. Ну, допустим, вот ярость и так далее. Конечно, надо в первую очередь качать тех героев, где у вас больше. У меня это ловкачи, маги и саппорты. Соответственно, их я качать и буду. Но когда вы будете собирать дань, то есть вероятность, что вы не будете, допустим, тратить эту вот энергию, да, эссенцию. А вы будете просто получать какую-нибудь вот реликвию, да, она будет лежать у вас в сумке. И вот таким образом, допустим, на танков я вот этот топор не качал. Я его просто получил с Дани. А вот, допустим, реликвии уже на ловкачах, магах, да, на магах и ловкачах я уже качал за эту эссенцию, божественную эссенцию. Так что вот так вот прокачиваются герои. Соответственно, чем лучше прокачка, тем сильнее отряды, и вам будет проходить проще усиленные отряды противника. Вот такая вот петруха вот здесь. И еще забыл одно сказать, что зеленым это ваша территория, синим это союзник, если я не говорю. Может быть, тавтология. Но если вы нажмете на карту, то как раз таки бирюзовым вы видите, что это все ваши союзники. Белым это вашей территории. Также вы можете делать отметки на деревушке вашей, и, соответственно, потом просто нажимаете на какую-то деревушку, ну, допустим, на дикая, и сразу она подсвечивается золотым цветом. Зачем вот эти подсветки нужны, ну, я, наверное, не понимаю. Может быть, дальше, когда будем проходить, пойму. Но карта очень простая и удобная, на мой взгляд. И смотрите, какая она здоровая. Так что, вероятность того, что будут какие-то здесь еще, может быть, ополчения, я даже поторопился это сказать. Ну, мы просто весь берег захватили. Куда тут еще можно засунуть какие-то ополчения? Все-таки ополчения это просто большой набор игроков, те, которые зарегистрировались на данном серваке. Да. В общем, прикольная тема. Ну, а теперь давайте сделаем пару боев, захватим какую-нибудь деревушку, и просто наглядно вам все покажу. Вот, начнем с простой ячейки. Хотя, что с простой? Давайте нападем на какой-нибудь более усиленный отряд. Нет, давайте пойдем направо. Ниже мы всегда успеем захватить, а вот справа быстрее заберем, чем вот этот вот союзный синий игрок. Надо быстрее. Да. И больше будем получать дань. Тут отряд простой. Просто поставим, скорее всего, наверное, два героя. Это будет Шемка и Торон. И их должно хватить, чтобы мы убили этого противника. И самое главное, надо убить за первые 30 секунд. Тогда часть энергии мы вернем. Сейчас Шемка будет набирать энергию. Торон тут уже подключился. Сейчас жахнет. Да. Да и добиваем. Мы успели. Герои стали сильнее за счет прокачки классов. Получаем три звезды. Первую звезду получаем за то, что мы победили. Вторую за то, что мы уложились в 30 секунд. И третью мы не потеряли ни одного героя в битве. Это очень важно. То есть потратили мы, получается, сколько выносливости. Мы потратили на бой по 12 выносливости на каждого героя. И по 6 очков выносливости мы вернули. Поэтому старайтесь именно побеждать без проигрышей и также без потерь. Ну, понятно, что это сделать будет очень сложно. Но суть, я думаю, что в принципе объяснил. Давайте еще сделаем пару боев. Сразу будем уже нападать на эти деревушки. Да. Неплохо, неплохо. Тут такой отряд. Надо будет уже что-то посерьезнее поставить. Кого мы сюда поставим? А давайте мы поставим Тази, Рована. И, допустим, как вариант Твинов можем поставить. Но Шенку поменяем с Твинами. Вот таким вот образом. И постараемся тоже победить без потерь. Ну, давай, давай, Рован. Что-то прям кастом разошлась. Шенке очень плохо. Давай ультуй. Все, пошла ульта. И начинаем жарить. Твины погибли. Это плохо. Это плохо. Блин. Давайте постараемся переиграть без потерь. Если видео затянется, то сорян. Давайте мы поставим сюда Фераэля. Так мы будем гораздо сильнее. Гораздо сильнее. И он еще будет закидывать дебафы. А они тут сработают как надо. Шенка уже запустил ульту. Сейчас залетит Рован. Тази. Фара. Пока все отлично. Пока все в нашу пользу. Да. И уложили за 30 секунд. Это очень хорошо. Вернули энергию. Отлично. Отлично. Успешно занято. И давайте сюда поставим еще нашего Героя Леса. Ну вот самого простого ставим. О чем я и говорил. И пытаемся захватывать дальше. Моя схема сработала. Мы дальше будем двигаться. Вот так вот перекрывать получается. Или как. Я не знаю. А. Ну мы еще и соединились. Да. Смотрите. Мы получается прям как-то соединили территорию с союзником. И он теперь стал зеленым. Прикольно. И выполнили задание. Что еще тут надо получить? Получите 12 тысяч эссенции. Достигнути второго уровня базовой реликвии любого класса. То есть мы качаем ловкачей пока. И магов. И получите два редких благословенных. Ну вот эти реликвии. Короче. И тогда я апну уже лорда. Ну неплохо. Постараемся так и сделать. Ну а сейчас будем копить эссенцию Героя для прокачки классов. Все. Ставим лайк и подписка колокольчик. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok